Школа мужества и патриотизма. Такое неофициальное название получила ДСААФ России. Организация с богатой историей отмечает 90-летний юбилей. На торжественном собрании глава Самара Олег Фурсов вручает руководство регионального отделения флаг с памятной лентой и знак «Город трудовой и боевой славы». В годы войны более 300 тысяч летчиков и других специалистов военные навыки получили в оборонном обществе региона. Семь из них – герои Советского Союза. И сегодня ДСААФ воспитывает настоящих защитников Отечества. Организация идет по пути обновления. Такая организация крайне нужна. Инфраструктура, которой владеет организация, позволяет в полной мере решать все задачи по воспитанию ребят в духе патриотизма, настоящих защитников Родины, прививать им качество настоящих мужчин, настоящих патриотов. 9 автомобильных и технических школ, 11 спортивных клубов, аэроклуб и не только. Таковы ресурсы регионального отделения. Только в прошлом году здесь подготовили больше 7 тысяч специалистов для экономического сектора и больше 500 для вооруженных сил страны. Впервые подготовку прошли будущие десантники. Подготовка проходила на базе нашего Самарского областного аэроклуба. Полностью они прошли подготовку по программе, которую разработало Министерство обороны. Успешно сдали экзамены. Парашютная подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка. То есть чисто военные предметы. Сейчас срок службы сокращен до одного года. И уже должны идти в армию, должны идти люди подготовлены. В центре внимания юное поколение. В клубах молодые люди учатся не только машины водить. Автоматы разбираем, метание гранат, стреляем. Нас здесь учат именно по дрывному делу, вождению, как правильно вести бой в той или иной ситуации, как из тех или иных ситуаций выходить. Развитие движения школьников и юноармейцев, увеличение числа военно-патриотических клубов, совершенствование учебной базы задачи ДСААФ на ближайшие годы.